И сегодня стали известны подробности шокирующего преступления, совершенного в Одессе. Вчера мы рассказывали об убийстве несовершеннолетней студентки, в котором подозревают местного таксиста. Все детали в материале Андрея Анастасова. Татьяне Маснюк было 17 лет. В Одессу девушка приехала из Житомира учиться на факультете адвокатуры юридической академии. Заканчивала первый курс. Прилежная в учебе, общительная, говорят одногруппники. Еще в среду они видели ее беззаботной, а утром она не пришла на пары. Мы начали звонить, но, к сожалению, абонент был вне зоны доступа. Такой добрый человек, улыбчивый. Просто не верится. Не могу до сих пор поверить, что произошло. Несколько дней Татьяну искали, но тщетно. Проживала девушка в этом общежитии. Именно отсюда в полвторого ночи в четверг она и уехала. Соседка по комнате говорит с помощью сервиса Яндекс.Такси. Татьяна вызвала машину и отправилась к своему парню. Что произошло дальше, до конца неясно. В интересах следствия информацию полиция пока не разглашает. Известно, что вчера по подозрению в убийстве Татьяны был задержан таксист. Он, собственно, и показал место, где спрятано тело. В лесопосадке под Одессой. В прокуратуре говорят, одна из версий убийства по корыстным мотивам. Шагом разбийного напада, за данными следствия, человек заволодел телефоном, прикрасами своей жертвы. Также, за данными следствия, есть информация о том, что он пытался приховать следы злочину и подпалив тело своей жертвы. В одесской фирме, которая выступает партнером Яндекс.Такси, оправдываются проконтролировать, кем являются их водители. Нормальная ли у них психика просто невозможна. Ведь в подобных онлайн-сервисах регистрируются тысячи таксистов и строгий учет попросту не ведется. Ну, как бы таких нету, что там по документам, какие-то справки или еще что-то такого нету. Это то же самое, что зарегистрироваться в соцсети. Это не важно, что он придет сюда, он или в интернете зарегистрируется. Родители Татьяны уже прибыли в Одессу для опознания. Мама до сих пор не верит в случившееся, как и отец. Отец, к слову, является военнослужащим, находящимся в зоне антитеррористической операции. Что касается подозреваемого, известно, что он родом из Ананьевского района Одесской области, ему 26 лет. Завтра подозреваемому будут избирать меру пресечения. Таксисту грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса.